Ощущение. Солим с одной и с другой стороны равномерно. Каждый разный кусочек достанется разному человеку. И каждое блюдо должно быть просолено одинаково со всех сторон. Дальше мы возьмем ступку. Если у вас нет ступки, вы в принципе можете воспользоваться мельницей. У меня здесь на даче ее нет. Я перемалываю черный перец в ступке. Перец готов. Перчим рыбу. Берем нашу мяту и цедру. Посыпаем обильно рыбу с одной и с другой стороны. Добавим немного растительного масла. Растительное масло даст нашему маринаду лучше пропитаться. И оставим на 10-15 минут. За это время мы с вами пожарим лук и подготовим все для того, чтобы жарить нашего карася. Берем лук и нарезаем его полукольцами. На такое количество рыбы мне достаточно будет половинки луковицы. Сейчас нам нужно налить на нее растительное масло. Немного. Чтобы пассировка получилась вкуснее, лучше жарить на сливочном масле. Но у сливочного масла очень низкая температура горения. За счет того, что мы добавили в сковородку растительное, мы повысили температуру горения в два раза. И сейчас мы берем небольшой кубик сливочного масла, примерно чайную ложку. Добавляем в сковородку. И смешиваем. Чтобы проверить, готов ли масло к жарке, поднесите руку. Когда вы чувствуете, что по вашей ладошке идет жар, значит сковородка готова. Я немного добавлю температуры. Помните, да, когда вы добавляете последующий ингредиент, температура масла или жидкости, в которую вы его погружаете, падает? Обжариваем лук. Лук не должен гореть. Лук должен слегка потеть. Он должен чуть-чуть подрумяниться, слегка подзолотиться, но не должен гореть. Нам не нужен карамелизованный лук. Иначе наше блюдо с карасем будет темным. А нам хочется светлый соус. Пока жарится наш лук, мы подготовим рыбу дальше. Обваляем ее в кукурузном крахмале. Почему я выбрала кукурузный крахмал? Обваляв рыбу в нем, когда мы будем ее обжаривать, она схватится, и у нее будет корочка. Весь вкус будет запечатан и останется в рыбе. А потом, когда мы ее погрузим с вами в соусы, сметаны и лука, корочка возьмет на себя все вкусовые качества. И она облепит, как будто бархатной подушкой, нашу рыбу. Давайте я покажу, как это делать. Берем крахмал. Насыпем его на доску. Рыба не должна тонуть в крахмале, ее достаточно слегка обвалять. Кто-то привык делать это в муке. Но мука иногда получается клеклая, а крахмал остается хрустящим. Обваливать тот или иной продукт в крахмале – это китайская технология, потому что они придумали технологию этой бархатной корочки. Они используют ее, когда готовят свинину в кисло-сладком соусе, или готовят какие-то мясные блюда на воге, обжаривая. Предварительно они обязательно обваливают мясо или рыбу в крахмале. Карась может оставаться на зимовку даже в полностью промерзшем водоеме, и на дне он прячется, и он очень неприхотливый, ему не нужно много кислорода. Прежде чем ловить карася, задумайтесь о том, в какой он воде водится. Если это будет болотистая и плохо проточная местность, соответственно, у карася будет привкус этой тины. Старайтесь ловить в каких-то проточных водоемах или в реках. Карась много где очень водится, и поэтому я не думаю, что у вас будут проблемы, чтобы найти эту рыбу. Лук готов. Переложим его в миску. Лук золотистого цвета, он стал мягким, отдал все свои вкусности маслу, в котором мы дальше будем обжаривать рыбу. Лук понадобится нам с вами для соуса. Лук отставим пока в сторонку и греем с вами сковородку, чтобы обжаривать рыбу. Масло готово, пошел первый дымок. Кладем рыбу в сковородку и обжариваем ее с двух сторон. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем немного совсем растительного масла на температуре чуть-чуть выше среднего, чтобы корочка схватилась, чтобы она стала золотистой. И дальше мы добавим сметану, будем готовить уже вместе с луком. Ну вот, золотистая корочка стала появляться, рыбу можно перевернуть. Карась богатая белком рыба, и она не очень жирная. Она из семейства карповых. Само мясо легко отсоединяется от костей, несмотря на то, что костей достаточное количество в этой рыбе. Ее очень вкусно тушить, жарить, варить с ней бульон. Она достаточно насыщенного вкуса и не яркого травянистого оттенка, хотя это речная рыба. Корочка получилась румяной, достаточно хрусткой. Если сейчас доготовить рыбу, то в принципе можно есть и так. Но мы с вами задумались делать ее в сметане по старинному русскому рецепту, который используете еще с 18 века. Красиво, очень любили на Руси.